здравствуйте мои дорогие подписчики и телезрители моего канала сегодня покажу как готовится кофе по-вьетнамски с яйцом во вьетнаме поехали во первых я заядлый кофемат без кофе я не могу прожить ни дня поэтому узнав что я такая любительница кофе наша хозяйка апартамента по имени ким сказала давай я тебя отвезу туда где не только ты сможешь попробовать ну и купить кофе к себе домой и так вдвоем с ким мы уселись на мопед и поехали в эту кофейню во вьетнаме лучше всего передвигаться на мопеде или скутере это удобно это быстро и к тому же максимальная скорость 40 километров в час по дороге в кофейню мы увидели вот такого буйвола я решила остановиться и поглядеть на него мужчина который его пас вьетнамец предложил покормить ну и прилечь на него вы знаете когда я на него легла он такой горячий ну очень приятное ощущение такой он холеный спокойный и как его хозяин он еще ребенок вдоволь сделав различных фотографий немножко видео окончании нашей встречи я была ошарашена потому что когда я уходила этот пастух предложил нам даже не предложила вот на стал настойчиво требовать оплату за фотографию с буйлом поэтому будьте внимательны меня привезли замечательное место называется кафе 3 лун сейчас мы будем пить кофе и если мне понравится я его куплю тут абсолютно синие в живописном месте в абсолютной зелени ким привезла меня сюда чтобы попробовать кофе смотрите какая прелесть как там все зелено вообще красиво ну а вечером здесь наверняка бар работает вот да можно поесть называется кафе 3 лонг какой запах вот здесь вы можете купить кофе попробовать вам его дадут видите он расфасован есть робуста есть моя любимая арабика вот могут я так понимаю что можно сделать арабику с робустой ну и различные кофе-машины называется кофе 3 лонг какой аромат вы даже не представляете какой аромат смотрите можно вот сейчас прям покажет как можно приготовить кофе 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 на мске чашечки я уже все таки купила моя красота а если бы вы могли только почувствовать какой здесь аромат как здесь приятно пахнет это вообще невероятно но естественно что в основном это робуста и арабика и поэтому прям вдыхала бы и вдыхала эти ароматы вот он не обжаренный обычный кофе вот в таких мешках а там он проходит процесс обжарки ну сейчас я впервые жизни попробую яичный кофе вначале разбивается так белки отделяются от желтков сюда помещается два желтка вот теперь приступил другая борис так будет делать кофе смотрите взвешивается на весах стакан сейчас что-то будем отвешивать кофе в граммах смотрите можно можно сделать кофе приготовить кофе с солью кофе с сахаром концентрированным молоком 2 яйца и 3 чайной ложки о дальше медовый сироп какой медовый сироп это мёд просто обычный мёд и это мёд и это вино так так это горячая вода кипяток в сахар добавляем одну чайную ложку сахара берем блендер ну погружной миксер и начинаем взбивать и 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 Слышь вода, только вода? Ход кофе Нет, вода кофе Слышь вода Слышь вода Слышь вода Да И яйца сверху Они идут такой роскошной белой Посмотрите, как это красиво Так это мило У вас получается три слоя Сверху покупаем Синамон Какао Какао-порошок Прям тирамису какое-то получается И вуаля Кофе готов Смотрите, какая прелесть Да Митый в луке Да, да Камон все кофе готов о какая прелесть это вот наша любимая кем да хорошо отлично когда вы находитесь на дорогах вьетнама будьте готовы к тому что вас всегда будут сопровождать звуковые сигналы это такого рода предупреждение то есть если у нас это сигнал к тому что давай подвинься давай уже загорелся зеленый давай трогай и так далее то там это наоборот осторожно я еду будьте аккуратно я вас объезжаю либо я выезжаю на дорогу где могут быть пешеходы или водители скутеров и мотоциклов пока мы сидели в кофейне и пили кофе с ким на выходе меня ждал уже вот такой пакет с полностью собранным кофе на нем написано что здесь один килограмм арабики пол килограмма робусты а еще сюда добавили а 250 грамм особого сорта вьетнамского кофе кули вот этот пакет в полтора килограмма обошелся мне в 450 российских рублей но честно говоря я там видела одного австралийского мужчину который покупал 10 килограммов кофе что по моему мнению очень правильно потому что кофе во вьетнаме не только дешевый но и очень вкусный обратите внимание как упакован пакет здесь имеется зип-лог сейчас он вскрыт потому что я его открыла но все равно достаточно плотно все здесь нанесен логотип кафе кафе называется три лонг и обратите внимание что здесь есть электронная почта и телефоны и адрес если вам интересно сохраните можете просто по отъезду из хой а заказать себе кофе и увезти его себе домой как приятно потом будет сидеть на кухне пить кофе и вспоминать потрясающее время которое вы провели в этой чудесной стране ну а теперь подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а следующее видео выйдет уже через неделю с вами была ваша стрепуха новых открытий вам и путешествий и и и и и и и Продолжение следует...